Добрый день! Меня зовут Рыченко Мария. Я научный сотрудник музея ар-деко и с вами программа Музея Мания. Мы с вами находимся в музее ар-деко, который был основан в 2014 году как часть частной коллекции Макртича Акровича Акраяна, и он основан на его интересе к скульптуре и искусству ар-нуво и ар-деко. Что такое эти эпохи? Эпоха ар-нуво, иначе известная в России как эпоха модерна, начала свое существование как стиль в последнем десятилетии 19 века и фактически завершила свое существование с началом Первой мировой войны. Эпоху ар-нуво характеризует большая любовь к природным мотивам, и одним из ярчайших представителей этой эпохи и одним из венцов нашей коллекции является чешский художник Альфонс Муха. Альфонс Муха фактически не был известен до 1893 года, до тех пор, пока Сара Бернар не заказала ему афишу для театрального представления Жизмонда. На следующий день после того, как афиши вышли в печать и появились на улицах Парижа, художник прознулся знаменитым. В прессе парижской появилось такое определение стиля, как женщины-мухи. Зачастую это были женщины славянской внешности, которые выглядели невероятно притягательно, они были одеты в легкие наряды. Для достаточно консервативного все еще Парижа того времени это было революцией, потому что несмотря на то, что существовали дамы полусвета, уже крутилась мельница Мулен Руш и Анри Тулус Латрек писал своих танцовщиц Мулен Руш, это все равно считалось чем-то из категории полусвета, тем, что обычной публике было не очень доступно. Тогда как Муха фактически стал отцом современной рекламы и его плакаты и постеры разошлись по всей Европе. И он делал плакаты не только для театра, в том числе он делал рекламу для шампанского, для смесей, для прикорма детей, для пива и так далее, и так далее, и так далее. В нашей коллекции находится серия литографий Мухи цветы. Это прекрасные четыре дамы, одна из которых изображает гвоздику, следующая изображает ирисы, далее идет роза и лилии. На каждом из этих плакатов почти что нет прямых линий, потому что прямые линии почти не встречаются в природе. Соответственно, художники эпохи модерна, эпохи Орнаво, эти линии старались не использовать там, где это было бы возможно. Луи Мажорель и его комод Гуси являются ярким, таким же ярким представителем эпохи Орнаво, как и Альфонс Муха. Фактически в это время не только в Европе, но и в России начинают набирать обороты движения за возрождение искусств и ремесел. Это движение искусства и ремесла так и называлось в Великобритании. Во Франции это была школа Нанси, в России это был Абрамцевский кружок. Во-первых, художники этой школы возрождают такую традицию, как маркетри. Это наборные изображения из разных пород дерева на комодах, шкафах, столиках, на предметах мебели. И в данном случае это большой комплект. Комод является только одной его частью, на котором изображено маркетри Гуси. И мало того, что дверцы этого буфета выложены изображениями гусей, так еще и ручки буфета также являются гусями. Эпоха арт-деко у большинства ассоциируется с эпохой джаза, а также с эпохой танца. Люди, покалеченные Первой мировой войной, искали радости в повседневной жизни настолько, насколько они могли. Более того, после Первой мировой войны появился новый вид соревнований для государств. В 1890-х годах возрождается Олимпиада. В 1936 году Олимпиада проходит в Берлине, в Германии. И специально для этой Олимпиады немецкий скульптор и художник Фердинанд Прайс создает две скульптуры. Это теннисистка и теннисист. Разумеется, к 1936 году в Европе уже существовало большое напряжение, связанное с надвигающейся Второй мировой войной, но надежды на то, что все будет разрешено мирно, все еще оставались. Спорт и культура спорта и культура тела была очень важна для Германии того периода. Все мы слышали про Гитлер-Юген, про идеального немецкого солдата и вообще гражданина немецкого, который должен был быть обязательно постоянно в форме. Это относилось не только к мужчинам, но и к женщинам в том числе. Другая сторона исследований Фердинанда Прайса касается фотографии и современного танца. Он, как художественный директор студии, которая занималась хриза-элефантинной скульптурой. А хриза-элефантинная скульптура – это скульптура из слоновой кости и бронзы. Искал вдохновение во всем. И одним из предметов его вдохновения, как я уже сказала, был танец. Более всего его занимала тема прыжков в танцах. И если фотография такого времени уже смогла как-то запечатлеть точку полета, точку прыжка, то для скульптуры запечатлеть этот момент было достаточно сложно. Однако Фердинанд Прайс смог с этим справиться в своей скульптуре «Прыжок через огонь». Он вдохновлялся фотографиями Гуга Эрфорта. И для того, чтобы запечатлеть, собственно, сам момент полета, в самый момент прыжка, он использовал языки огня, закрепив фигуру танцовщицы таким образом, что огонь как бы поддерживает ее. И она и летит над огнем, и в то же время этот огонь ее держит. Имя Сергея Дягилева и его русских сезонов известно очень многим. В 1909 году Дягилев привозит в Париж свои русские сезоны, и они становятся огромным успехом. Русские балеты имели такой огромный фурор во многом благодаря тому, что Дягилев подошел революционно ко всему процессу создания этого балета, начиная с хореографии и заканчивая объединением всех искусств в одно. Это то, что называется «Gesamtkunstweg» и по-немецки «Собрание всех искусств». И это то, к чему стремились художники и антрепренеры еще с эпохи Ренессанса, по большому счету. В русских сезонах музыка, танец и декорации, и костюмы образуют единый организм. Дмитрий Чапарус, румынский скульптор, который вдохновлялся русским балетом и русским танцем в целом, создает вот эту прекрасную скульптуру, которая так и называется «Русский балет». И здесь он, с одной стороны, отдает дань русскому колкошнику, вы видите это у девушки в центре, с другой же стороны, он отдает дань современной моде того времени, потому что у девушек, как вы можете видеть, достаточно короткие платья и две фланкирующие девушки одеты в шапочке-клош. Также у них очень коротко остриженные волосы, что было невероятно популярно в 1910-20-х годах. Мебель эпохи ар-деко можно соотнести с мебелью эпохи ар-нуво так же, как можно соотнести эпоху барокко с эпохой классицизма. Ар-нуво очень декоративно, оно очень любит декорацию, в нем очень много всего всегда, как в мебели, так и в искусстве в целом. Тогда как искусство ар-деко гораздо более приглушенное, спокойное. Тем не менее, ар-деко не стесняется использовать природные мотивы и наработки вообще всей истории искусства в целом. Например, этот шкаф Мариса Дюфрена 1930-х годов. Этот шкаф покрыт черным лаком, в центре у него находится светлый медальон с цветочным мотивом. Так как это мебель роскоши, в то же время это мебель удобства. Если мы откроем этот шкаф, то мы увидим, что высоту полок в этом шкафу можно варьировать благодаря специальным прорезям в основном фасаде шкафа. Мы в нашем музее его используем под библиотеку. Скульптура Дмитрия Чапаруса «Танго» показывает секс-символа 1920-х годов Рудольфа Валентина вместе со своей супругой Наташей Рамбовой. Рудольфа Валентина стал известен после выхода фильма «Четыре всадника апокалипсиса», в котором он танцует танго. И фактически после этого фильма в Голливуде наступает танго-мания. К несчастью, жизнь Рудольфа Валентина была не очень долгой. Он скончался, не достигнув 40 лет. И когда он скончался, безмерное количество фанаток покончили жизнь самоубийством, потому что они не хотели жить в мире, в котором не было их кумира. Надо сказать, что фильм «Четыре всадника апокалипсиса» год своего выхода затмел фильм Чарли Чаплина. Панно Жанна Дюнано «Охота» создавалось для пассажирского лайнера «Нормандия», которая покинула Францию в 1932 году, чтобы прибыть через четыре дня в Нью-Йорк. «Нормандия» была одним из самых быстрых лайнеров своего времени. Кроме того, что она была невероятно быстрой, «Нормандия» была невероятно роскошным лайнером. Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке описывали ее как «много золота, много богатства, но, к несчастью, мало искусства». Жанна Дюнано является представителем как раз-таки той части, которая отвечает за искусство. Это панно было создано для декорации сигарного салона вместе с рядом других панно, которые изображали мужские удовольствия. В их число входила рыбалка, укрощение коня, занятие спортом, ну и, собственно, панно охота. К несчастью, век Нормандии оказался недолг. Она прожила всего десять лет. В 1942 году на ее борту случился пожар, который не смогли вовремя потушить. Жан Дюнан сделал повторение своих панно, которые он делал для Нормандии. Это панно выполнено в технике японского лака у Руси. Вы можете заметить, что, собственно, охоты тут не видно, потому что панно было обрезано. И это часть панно, которое мы видим, представляет собой животных, лис и птиц. Это панно напоминает египетские изображения, которые размещали в усыпальнице. Однако, если в Египте эти изображения носили религиозный характер, сакральный, то это панно служило исключительно для увеселения. Это панно является типичным представителем стиля ар-деко. Этот стиль не стесняется включать и использовать любые элементы из самых древнейших эпизодов истории искусства. Это лишь малая часть наших экспонатов. Для того, чтобы узнать больше и познакомиться с нашим собранием, приходите к нам в музей. С вами была программа «Музей и мания» и я, Мария Рыченко, научный сотрудник Музея ар-деко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова